Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашим гостем будем говорить о том, что такое психическое здоровье и как его сохранить. Присоединяйтесь! Рустам Владимирович Левковский, врач-психиатр-нарколог, заведующий организационно-методическим отделом Гомельской областной клинической психиатрической больницы. В 2013 году окончил Гомельский государственный медицинский университет. Еще во время учебы работал в составе выездной бригады скорой медицинской помощи. После прохождения интернатуры по специальности психиатрия и наркология остался в областной психиатрической больнице. Состоит в Молодежном совете областного комитета профсоюза работников здравоохранения, а также в Молодежном совете при Гомельском горосполкоме. Участник 5-го Всебелорусского народного собрания в качестве делегата от Гомельской области. Вопросы Рустаму Левковскому можно задавать, позвонив по номеру телефона 0232-340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Рустам Владимирович. Добрый вечер, Ольга. Какое у вас настроение? В целом я сегодня очень много работал, поэтому честно немножко утомился. А его ухудшение именно осенью не замечаете по себе? Нет, у меня осенью это всегда очень продуктивная пора, потому что 10 сентября у нас Всемирный день предотвращения самоубийств, а 10 октября у нас Всемирный день психического здоровья. Ну и к тому же 9 месяцев это всегда очень активная и ответственная пора, когда нужно готовиться к годовым итогам. То есть вы к той категории людей, которые замечают эти сезонные колебания, вы не относитесь? Нет. А насколько вот она, эта категория людей велика по вашему опыту, в которой действительно что-то происходит именно осенью, весной? Ну здесь, наверное, у всех людей это происходит, потому что невозможно не замечать то, что уменьшается световой день, ну реально портится погода, особенно в нашем климате, то есть даже сейчас на улице зябко, прохладно. Ну все это не способствует, скажем так, повышению настроения, однако достаточно простыми способами здоровое питание, здоровый сон, 6-8 часов физической активности. Ну я, например, мне этого хватает, чтобы справляться со всем этим. А человеку, склонному к каким-то расстройствам, наверное, не хватит? Нужны какие-то дополнительные меры предпринимать или же нет? Ну, честно сказавшую, я не знаю, наверное, ни одного человека, склонного к психическим расстройствам, который принимал бы эти меры и впоследствии у него происходило бы ухудшение состояния. Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья. Разграничьте, пожалуйста, что же такое психическое здоровье либо нездоровье? Понятие нормы и патологии и просто особенности личности. Психическое здоровье – это то состояние, при котором человек может нормально трудиться, нормально находиться в своей семье, нормально общаться с людьми. При этом у него не вызывает все это дискомфорта. У него нет желания стойкого такого прям вот все бросить, отгородиться от всех и сидеть, никого не видеть, ничего не делать. Ну и при этом, когда он осуществляет все эти вышеперечисленные мною действия, то есть работает, общается, просто живет, он получает удовольствие. И где-то периодически даже ощущает себя счастливым. Вот это психическое здоровье. И всем надо к этому стремиться. Как определить, что пора обращаться за помощью? Потому что в какой-то степени, наверное, не бывает человека, который всегда доволен собой и своей жизнью и иногда не сомневался бы в себе. Когда пора к врачу? Сомневаться в себе – это нормально. Это так называемая критика. Когда она пропадает, это явный признак того, что с тобой что-то не так. Но на самом деле обращаться к врачу следует тогда, когда появляется ощущение, что с проблемами невозможно справиться. Когда отмечается стойкое ухудшение настроения, упадок сил, слабость. Когда деятельность, которая ранее приносила удовольствие, она уже его не приносит. И даже вот такие общечеловеческие радости, как, например, рождение ребенка, свадьба, встреча с любимым человеком, получение заработной платы, фильм с любимым актером, они уже не приносят удовольствия, не приносят радости. Те уже просто не хочется не смотреть этот фильм, не идти на встречу с друзьями и не хочется даже радоваться каким-то успехам твоего ребенка. Тогда стоит задуматься о том, что нужна квалифицированная помощь. Но психолог, психотерапевт и психиатр – это, как правило, три разных специалиста. Как определить, какой из них в каком случае необходим? Это очень хороший вопрос, потому что у нас это вообще очень мало людей об этом знает. И психиатр, необходимо понимать, это врач с высшим медицинским образованием. И этот специалист, он занимается лечением грубой психической патологии. Например, такой, как шизофрения, выраженная деменция, умственная отсталость с поведенческими нарушениями, какие-то алкогольные психозы. Это все врач-психиатр. И врач-психиатр преимущественно опирается в своей деятельности на медикаменты. Врач-психотерапевт – это уже несколько иная специальность. То есть этот доктор, он работает преимущественно при помощи слова. И работает он с невротическими расстройствами, к которым относятся тревоженное расстройство, нарушение сна, депрессии, какие-то проблемы психологического развития. Вот это врач-психотерапевт. Это тоже специалист с высшим медицинским образованием. Психолог – это не врач. То есть у нас есть так называемые медицинские психологи, но их готовит только один факультет в Гродненском медицинском университете. И пока их у нас мало. То есть фактически у нас все психологи – это специалисты с высшим педагогическим образованием, которые впоследствии получают повышение квалификации, переподготовку и могут уже работать непосредственно в медицине. И психологи, они не могут назначать какие-то лекарства, выставлять диагнозы, выписывать рецепты. Психологи, они работают с особенностями, скажем так, психологического развития, психологическими травмами. И к психологам следует обращаться в том случае, если вы не можете найти общий язык с окружающими. Когда что-то беспокоит в себе, и хочется получше разобраться, что все-таки тебя беспокоит, в чем твоя проблема. То есть здоровый человек, но в какой-то трудной ситуации для себя. А если же уже проблемы с самочувствием, с ощущением себя в этом мире, тогда имеет смысл обратиться к врачу, к психотерапевту. Растет ли число людей, которые обращаются за помощью к специалистам областной психиатрической больницы? Ну, я вам в целом могу привести цифры за область, потому что буквально сегодня составлял этот отчет. На 3,6% выросло число обращений. Ну и, скажем так, это в процентах. Но в абсолютных цифрах это, грубо говоря, там с трехзначными цифрами. То есть реально обращаемость растет. И обращаемость эта растет не только потому, что увеличивается число психических расстройств или что-то еще. Здесь больше причина лежит в том, что до людей наконец-то начинает доноситься, и люди начинают принимать для себя ту информацию, что психиатрический учет – это не что-то страшное, что психиатрия – она не карательная. И обращаться за помощью к психологам, к психотерапевтам, даже к психиатрам – это нормально. То есть вот уже те мифы, которые всегда окружали психиатрическую службу, они потихонечку развенчиваются. Ну и, кстати, в том числе и благодаря таким программам, как ваша. Конечно, 340-043, номер телефона прямого эфира. Будем очень рады, если вы присоединитесь к нашей беседе, ну или напишите нам на Вайбер. Говорят, что общее число людей, которые нуждаются в помощи психотерапевта или психиатра, но не обращаются за ней, оно еще на порядок выше, чем количество людей, обращающихся. Сегодня, как раз видела цифру, по Белоруссии около 600 тысяч человек ежегодно обращаются за помощью. Но делают медики выводы, что реально в ней нуждаются гораздо больше людей. Вы с этим согласны? Что надо было бы обратиться тем, кто этого не делает по каким-то причинам? Нет, без сомнения. Потому что здесь очень важно, чем раньше, грубо говоря, ты разберешься со своими тараканами в голове, тем раньше ты начнешь жить по-настоящему. То есть сможешь понимать, что тебе надо от этой жизни, от чего ты получаешь удовольствие. Ну и начнется реально личностный рост. И можно будет ощутить себя по-настоящему счастливым человеком. В преддверии эпидемического подъема в Белоруссии проходит кампания по вакцинации. О здоровье трудоспособного населения государство заботится, организована диспансеризация. Как реализуются мероприятия по охране психического здоровья? Есть ли такая программа? Да, есть такие вот дни, которые на самом деле это мы приурочили. На самом деле это все круглогодичные акции, потому что постоянно специалисты психиатрической службы области выступают в средствах массовой информации, это ежеквартально. Причем не только областного, но и районного уровня. Постоянно мы посещаем родительские собрания, проводим какие-то обучающие семинары, выступаем в трудовых коллективах. И пусть поводы к этим выступлениям, они разнообразны, но суть всегда одна и та же. Мы всегда призываем людей заботиться о своем психическом здоровье. Мы рассказываем о тех проблемах, помогаем, точнее сказать, людям осознать, что с ними происходит, что в их жизни не так и с чем это связано, и как мы можем им в этом помочь. Ну и постоянно стараемся подчеркивать о том, что чем раньше вы обратитесь за помощью, тем будет менее выражена степень вашего психического расстройства, и тем самым меньше вероятность того, что степень выраженности этого расстройства будет такова, что оно уже будет нуждаться в том самом пресловутом психиатрическом учете. Ну, на самом деле он называется диспансерное наблюдение. Спасибо большое в продолжении нашего разговора. Давайте посмотрим сюжет. Эта больница и сегодня для многих является самым страшным местом. Областная клиническая психиатрическая. История, начавшаяся более чем полстолетия назад, никак не может завершиться счастливо. Сейчас и юристы, и медики единодушны. Психиатрический учет – устаревшее юридическое понятие. Он был введен приказом Минздрава СССР в феврале 1964 года. С этого момента любое обращение к психиатру автоматически приводило к постановке на психиатрический учет с сопутствующими социальными ограничениями. Лица, состоящие на учете, обязаны были регулярно показываться в диспансере, при этом возможность сняться с учета почти отсутствовала. Имела место практика поголовного взятия на учет всех лиц, попавших в поле зрения психиатра. Независимо от их желания. Этот закон отменили в начале 90-х. Сегодня диспансерное наблюдение может устанавливаться только за человеком, страдающим хроническим психиатрическим расстройством с тяжелыми болезненными проявлениями. Для всех остальных гарантируется анонимность и конфиденциальность, начиная со звонков на телефон доверия экстренной психологической помощи, называемой в народе телефоном доверия. Принципы телефона доверия являются доступность 24 часа в сутки, гуманность, уважение к абоненту, каждый звонящий имеет право быть таким, какой он есть. Анонимность. Абонент имеет право быть анонимным, то есть он может не говорить свое имя или другие данные. Конфиденциальность. Все детали звонков абсолютно конфиденциальны, никакая информация не разглашается. Бесплатность. Консультанты оказывают помощь абсолютно бесплатно. Сегодня психотерапевтическая помощь является такой же доступной, как и любая другая медицинская помощь. К врачу-психотерапевту может обратиться любой человек по собственному желанию или по направлению любого медика. Проблемы в семье, неприятности на работе и даже, казалось бы, обычная информационная перегруженность. Сколько людей сталкиваются с пограничными психическими расстройствами, точно не знает никто. Многие из тех, кому действительно нужна помощь специалистов, к ним просто не обращаются. Медицинская помощь психотерапевтического профиля является добровольной, и она не предполагает какого-либо учета. Она может производиться на анонимной основе. Психотерапевтическая помощь в нашем городе и в нашей области предполагает стационарное или амбулаторное лечение. Амбулаторное лечение выполняют доктора-психотерапевты Центра пограничных состояний, которые располагаются непосредственно в поликлиниках нашего города, а также доктора-психотерапевты, располагающихся на районах при центральных районных больницах нашей области. Стационарное психотерапевтическое лечение предполагает помощь в условиях Гомельской областной клинической психиатрической больницы в отделениях пограничных состояний. Отделение пограничных состояний в Гомельской областной психиатрической больнице имеет и другое, вполне нейтральное название – номер два. Здесь проходят курс лечения люди, оказавшиеся в стрессовых ситуациях. Информация о них никогда не будет опубликована или сообщена посторонним людям. Хотя сами медики соглашаются, желающих пройти курс лечения было бы значительно больше, если бы отделение пограничных состояний находилось в обычной больнице. Термин «психиатрическая» сдерживает многих, хотя, в отличие от еще достаточно распространенного мнения, это обычное медицинское учреждение, где применяют современные методики лечения, включая проведение концертов. Такая акция – совместный проект больницы и городских оркестров. Программа – это профилактика разных расстройств, в первую очередь, психических стрессовых ситуаций. Музыка вообще продлевает жизнь и дарит, скорее всего, долголетие для наших пациентов, чтобы они могли через музыку воспринимать лечебный эффект. Далеко не все посетители Гомельской областной клинической и психиатрической больницы имеют профильные заболевания. Только здесь сегодня можно пройти медкомиссию и получить справку на трудоустройство по ряду специальностей. Многие из них действительно здоровые люди. Однако при этом факт остается фактом. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 20% жителей Земли сегодня страдают от депрессии. Без помощи медиков справиться с ней чрезвычайно сложно. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях врач-психиатр-нарколог Рустам Левковский. И мы принимаем в студии прямого эфира телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Спасибо, что дождались. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Мы вас слышим, говорите, пожалуйста. Хочу задать такой вопрос, немножко с предысторией. Значит, вот были времена, когда алкоголь продавался там с 11 утра до 7 вечера. В субботу, в воскресенье еще жестче продавалось, да. И были специализированные магазины, или в крупных гастрономах были отделы. Сейчас алкоголь стал практически вседоступен. Во всех магазинах, хлебных, мясных и прочих, полки алкоголя ломятся. Вот мнение, хотелось бы послушать врача, тем более он нарколог. Как медицина может какой-то свой вклад внести в регулировку вот этой вседоступности продажи? Наверное, большая часть больных людей – это следствие употребления вот этого вот продукта, да? Вот хотелось бы ответ услышать. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, наверное, человеку с серьезной зависимостью проходить мимо этих полок, прилавков очень сложно. Спасибо за вопрос. И я не буду скрывать о том, что на всех координационных совещаниях, заседаниях областного совета, например, по демографической безопасности, мы выносили предложения на обсуждение совместно с управлением внутренних дел о том, чтобы ограничить продажу спиртных напитков в ночное время на автозаправочных станциях, в магазинах с площадью, по-моему, там, менее 200 квадратных метров. И эти предложения, они были где-то реализованы. Но, опять же, я не могу сказать, что это действительно явилось бы панацеей. По той причине, что реально тот человек, который захочет найти, он всегда найдет. И то, что число возможных негативных последствий от этих введений, оно действительно может быть очень высоким. Потому что отравление суррогатами алкоголя, теневой рынок, это очень серьезно. И мы действительно можем в этом захлебнуться. И панацеей может стать вот от этого пагубного употребления алкоголя – это профилактика. Это постоянные акции, которые направлены на формирование у населения, скажем так, осознанного, ответственного употребления алкоголя. Чтобы человек четко понимал, что если он будет употреблять алкоголь, он может стать алкоголиком. И чтобы он понимал четко, что если я буду употреблять алкоголь, то со мной случится и цирроз печени, и инфаркт, и инсульт, и то, что я могу потерять работу, могу потерять права. И когда у человека происходит действительно осознание всех последствий употребления алкоголя, тогда он или вообще отказывается от его употребления, или же начинает его действительно употреблять только по значимым поводам. И, к примеру, как рекомендует тот же ВОЗ, не чаще, чем раз в неделю, или даже не чаще, чем два раза в неделю, в малых дозах. Ну, к сожалению, сейчас мы сами видим, какая модель употребления алкоголя у нас. Ох, как дорого! Дается это понимание всем, кто действительно к этому приходит, что нужно отказываться от злоупотреблений. Уже обычно к этому времени много бывает потеряно в жизни человека и пропущено, и упущено навсегда. Коль мы уже эту тему затронули, давайте ее продолжим. Расскажите, пожалуйста, вот сначала, наверное, как все это начинается? Люди начинают употреблять алкоголь, никто же не собирается становиться алкоголиком? И все вполне в себе уверены и думают, что легко в любой момент могут с этим справиться, и вообще это никакая не проблема. Небольшие дозы крепких напитков считается, что полезны в стрессовых ситуациях. Так ли это? Я лично так не считаю, потому что здесь происходит подмена понятий. Мы используем алкоголь фактически как успокоительное средство. Ну и вы меня извините сейчас при той доступности тех же лекарственных средств успокоительных, в том числе и безрецептурных. Возьмите, купите банальную валерьянку в таблетках, примите две или три штуки, вас это успокоит значительно лучше, чем 50 или 100 грамм водки. А как же вот пресловутые фронтовые 100 грамм? Что если действительно человек что-то перенес, какую-то ситуацию совсем экстремальную, то если выпьешь, то она пройдет без последствий для здоровья и для нервов. Во-первых, кто сказал, что она пройдет без последствий и опять же, если изучать в дальнейшем судьбы тех людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне и которые принимали те пресловутые 100 грамм фронтовые, там очень много вопросов. Да, ну хорошо, мы с этим поколением себя сравнивать, конечно, не имеем права, это другие были люди, люди были герои и на 100 грамм-то точно они имели право. Не всегда мы на них имеем право, с нашими стрессами, какими мы их считаем. То есть то, что помогают они справиться с нагрузками, вы не согласны? Нет, я против в том плане, чтобы алкоголь использовали в качестве, в качестве успокоительного средства, потому что сейчас вообще доступны более, скажем так, Действенные средства с меньшим числом последствий. Ну и то есть не надо себя обманывать, зачастую это не выпивают не для того, чтобы успокоиться, а потому что хочется выпить. Просто хочется выпить, да, просто нравится это состояние. Как формируется алкогольная зависимость? Сколько нужно пить для этого? Она очень незаметно формируется, начинает она на самом деле формироваться вот с 5-6 лет, с того, что ребенок начинает присутствовать при застольях, что ему в стаканчик ставят там или рюмочку и наливают ему туда сок или компот. Затем дружно начинают просматривать семейные фильмы, пропагандирующие употребление алкоголя, такие как, ну в мое время это были там особенности национальной рыбалки. Вот, потом я, насколько помню, появились какие-то там сваты. Сейчас это вот активно такие фильмы там, как выпускной, горько. Вот, где все это очень так вот бурно показывается. Сколько нужно пить, в каком количестве и как часто, чтобы получить алкоголизм? Ну, опять же, начинается все с первого употребления, которое начинается из интереса. Как правило, это подростковый возраст или какой-то там 18, то есть в молодежном возрасте. Ты пробуешь, удовлетворяешь свой интерес. Затем алкоголь уже начинает играть какую-то социальную роль для того, чтобы в компании раскрепоститься, познакомиться с противоположным полом, вот, как-то более поднять все настроения, ну, несколько раз растормозить свою психику. Вот, используется для этого. Затем уже начинают подключаться другие моменты, там, как успокоительное, как средство коммуникации, как средство почувствовать себя своим, например, в трудовом коллективе. И употребление алкоголя становится незаметно все чаще, 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 чаще. И оп, ты уже не замечаешь, как каждый твой день сопровождается покупкой бутылки пива, причем не 0,5, а 1,5, а то и 2 литра. Ну и все. У тебя уже хорошая стадия зависимости от алкоголя. Как определить, что речь идет именно о зависимости? Ну, в первую очередь, нужно понимать, что когда ты получил зависимость от алкоголя, то все интересы, они связаны с употреблением алкоголя. Когда с кем-то общаешься, выпиваешь. Работаешь в перерывах, например, по дому там. Кто-то убирает дом, чинит машину. Опять же, потихонечку там, по 20 грамм, или там, по глоточку пива, но выпиваешь. Приходишь с работы, устал, для того, чтобы расслабиться, выпиваешь. Где-то понервничал, для того, чтобы успокоиться, выпиваешь. Радостный повод какой-то. Родился ребенок, купил телевизор, не знаю, пришел домой. Всегда есть повод, ты выпиваешь. Расстроился аналогично. То есть, фактически, каждое действие сопровождается приемом алкоголя. Ну, не всегда человек, который даже понимает уже, что что-то с ним происходит нехорошее, в этом признается вслух и обращается за помощью. Потому что боится огласки, боится каких-то неприятных процедур для себя. По вашему мнению, можно ли с этой проблемой справиться самостоятельно, без обращения к специалисту? Можно справиться, но, скажем так, процент людей, которые действительно самостоятельно справляются, он достаточно невысок. Потому что тут важно говорить о том, что чем раньше человек осознает и признается сам себе, что да, у меня есть проблемы с алкоголем, тем выше вероятность того, что он сам сможет справиться. Потому что надо четко говорить, если у человека случилось такое, что он где-то там на новогоднем огоньке выпил лишку, ну и потом ему как-то стыдно на утро, и он такой говорит, что нет, вот все, у меня есть проблема, я буду пить меньше. И, допустим, устанавливать для себя там какую-то норму, ну, у каждого она своя, которую он не переступает. Ну, условно говоря, три румки выпил, мне хватит. У такого человека вероятность справиться значительно выше, чем у того человека, который признался себе, что да, у меня есть проблемы с алкоголем, когда он пришел в себя в отрезвителе или тем паче пришел в себя в нашей больнице, и ему говорят о том, что вы тут неделю в алкогольном психозе были. Ну, у такого человека значительно ниже вероятность того, что он справится самостоятельно. Да, это уже слишком далеко. Тогда заходит пристрастие и становится болезненным. Как лечить сегодня алкогольную зависимость? У нас, в принципе, такой рабочий стандарт есть. Первый этап – это детоксикация в тех случаях, ну, то есть это прокапывание по-простому. Вот. Выводим из человека продукты активного распада алкоголя. Затем это, ну, она называется по-научному эмоционально-стрессовая психотерапия, ну, или в народе это кодирование, которое дает человеку определенный период, то есть у кого-то это полгода, у кого-то год, у кого-то, ну, определенный срок, когда у человека формируется отвращение к алкоголю, формируется страх смерти, но эти все процессы, они неосознанные, грубо говоря. То есть человек не выпивает, потому что он чего-то боится, или ему это не нравится. Но он сам по себе не может четко сформулировать, почему ему это не нравится. Да, но не тянет. То есть это такое мнимое благополучие, это, скажем так, он не осознает еще. У многих людей за вот этот период времени все-таки происходит самостоятельное осознание, почему без алкоголя жить лучше. Но мы все же рекомендуем всем вот этот период трезвости, который мы обеспечиваем вот этим методом кодирования, все-таки посвятить или психотерапии, или каким-то встречам там в анонимных алкоголиках, или в формуле трезвости, это, кстати, у нас в Гомеле, или же там нахождению в отделении реабилитации наркодиспансера, или у нас тоже есть аналогичная программа Эдельвейс в психиатрической больнице. Вот, чтобы специалисты помогли осознать, почему все-таки случилось так, что ты начал очень много выпивать, далее осознать, почему жить трезво – это лучше, и самое главное – выработать здоровые механизмы, как справляться со стрессом, как жить без алкоголя. Спасибо большое. Сейчас предлагаю сделать небольшую паузу, выслушать мнение гомельчан. Мы поинтересовались у людей на улицах, приходилось ли им в стрессовых ситуациях обращаться за помощью к медикам. Именно психологом, не я, знаете, на позитиве всю жизнь воспринимаю. Для меня вот выход – это спорт, это вот, это природа и общение с родными. Особо такого, чтобы у меня было в моем возрасте депрессника не было. Не помню, когда я к медикам обращалась. Ну, во всяком случае, в этом веке. Нет, ну, как-то сама справляюсь. Нет, никогда не обращался, честное слово. Почему? Не знаю, так воспитан с детства. Сам разбираюсь всегда с собой. То есть особых таких проблем нет. А вы знаете, куда обращаться? Да, честно говоря, ну, к психиатрам люди обращаются, еще куда-то обращаются. У меня таких проблем не было просто. Ну, я лично не обращался к медикам. Ну, как бы все мои знакомые, ну, честно, не знаю, обращались они или нет. Может, они мне этого не говорили, но ну, мои родственники, там, какие-то близкие, знакомые, они не обращались. Я, в принципе, тоже. Ну, может, у меня и проблем таких сильных не было. Как бы считается, что нужно выплескивать все это, нужно выговорить с кем-то, с кем-то поставить, побеседовать. Это как бы человек лучше это переносит. А когда, если замыкаешься в себе, то оно как бы сложнее все это, ну, и для здоровья вреднее. Я считаю, какой характер у человека. Кто к медикам обращается, кто сам переживает. Если у человека серьезная какая-то есть проблема, и у него нет близких, родных людей, которым он может рассказать, раскрыться, та же подруга, если мужа жалко, то тогда приходится искать третье лицо. А это и есть психологи, психиатры, люди с опытом, люди, которые получали дипломы по этой специальности. А почему бы и нет? Конечно, да. Я за. А что людей сдерживает? Почему не обращаются? Не все. Это наш менталитет. Это всего лишь наш менталитет. Мы не привыкли выносить ссоры из нашей избы. Мы не привыкли обнажать свои проблемы, скажем, лицу, которую ты первый раз в жизни видишь. И лучше поплакать, получается, в подушку, нежели незнакомому человеку. А это наверняка не так. Нужно поступать по-другому, более современно и беречь себя изнутри, а не подушку. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о том, как сохранить психическое здоровье. Если у вас есть вопросы, присоединяйтесь к нам. Осталось уже около 10 минут. Рустам Владимирович, на самом деле, несмотря на то, что стереотипов вокруг психиатрии становится все меньше, люди все-таки, я думаю, что в каком-то смысле боятся обращаться за помощью, тем более боятся больничного листа со штампом психиатрической больницы. Расскажите, пожалуйста, человек, который проходил лечение, наблюдался, действительно потом это никак не скажется на его дальнейшей жизни, например, на ситуации с получением прав, с прохождением медицинской комиссии. Спасибо за вопрос. Я сейчас задам ряд просто риторических вопросов. Вопрос первый. Вы бы хотели, чтобы человек, который периодически слышит голоса в голове, носил при себе оружие? Или имел право на управление фурой? Или занимался перевозкой людей, конкретно вас или ваших детей? Хотели бы вы, чтобы человек с синдромом зависимости от алкоголя, который периодически уходит в запои, опять же, занимался перевозкой людей или, опять же, имел оружие? Я думаю, что никто бы этого из вас не хотел. И в том случае, если что-то случится, например, произойдет ДТП, в котором пострадает вы или ваш близкий, и вскроется, что участник дорожного движения, виновник этой аварии, страдал каким бы то ни было психическим расстройством, то сразу начнется очень большой общественный резонанс. Начнутся задавать вопросы. А почему? А как? А кто допустил? Поэтому тут надо четко понимать, что психиатрический учет, он придуман не просто так. Но, опять же, с целью того, чтобы люди все-таки обращались за психиатрической помощью, введен очень четкий и дифференцированный подход. Например, у вас проблемы на работе. Новый начальник, вы не можете найти общий язык с ним, не справляетесь, что-то еще, новая работа, не можете адаптироваться. Это расстройство адаптации. Это временное расстройство, которое не лишает вас возможности контролировать себя, свое поведение и просчитывать, анализировать и планировать свои действия. То есть вы отвечаете за себя и за свои действия. Соответственно, это расстройство, оно не нуждается в жестком психиатрическом наблюдении. И то же самое получение прав, работа на высоте, работа с людьми, она не противопоказана. Но опять же, логично, что это же расстройство, оно может лечиться антидепрессантами, транквилизаторами, которые обладают выраженным успокаивающим действием. Ну и опять же, да, на период активного лечения водить машину вам нельзя. И это опять же правильно. Потому что кто захочет, чтобы на дороге, за рулем, сидел человек, грубо говоря, под наркотиками, который очень вял, сонлив и не обладает, то есть, должной реакцией, чтобы маневрировать в потоке. Вот. Я к тому, что чем раньше вы обратитесь за помощью, пока у вас еще, грубо говоря, расстройство адаптации или расстройство сна, и вам окажут квалифицированную помощь, тем будет для вас лучше. Чем все это потом перерастет в тяжелый депрессивный эпизод, или тем паще еще в какое-то психотическое расстройство. Ну, тогда, соответственно, и последствия будут больше. Депрессия – это болезнь? Конечно. То есть, это не просто, как иногда принято людям, которые, наверное, просто никогда с этим не сталкивались и не видели человека в депрессивном состоянии, думать, что это, ну, это просто такое пониженное настроение. Да. Такая меланхолия. У меня депрессия. Завтра все хорошо. Да, вы правы. Расскажите, что такое депрессия. Да, вы правы. У нас в народе депрессия ассоциируется с плохим настроением. Но на самом деле, чтобы вы понимали, классический пример человека с депрессивным эпизодом – это человек, который замедлен, у которого нет энергии, нет настроения. То есть, по сути, это человек, который лежит, который ничего не хочет и который ничего не может. То есть депрессия, оно же даже переводится как напряжение, давление. И вот это вот все настолько человека придавливает, прибегает к земле, что он, по сути, еле ходит. Уже ничего не приносит ему радость. Он постоянно смурной, постоянно унылый. Он еле разговаривает. Вот это депрессия. Продолжим эту тему. Рустам Владимирович, есть у нас обращение по телефону. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Вы в эфире. Алло, добрый день. Мы вас слушаем, не прерывайте. Меня зовут Сергей. У меня товарищ, он, ну, тоже так, бывало, что выпивал очень много. И он возил, что у него было. Я его два раза возил в психиатрическую больницу, но это было в 90-х годах. И на второй раз ему, как говорится, торпеду укололи, и что. И человек сейчас живет, нормально работает, водит людей, вот, противоречивая. И охотник, тем более, он еще тоже, да. И нигде это не сообщалось. Просто я хотел об этом узнать. Да. Спасибо. Но с товарищем все хорошо. То есть, с зависимостью он справился. Ну, так понимаю, что больше 20 лет у человека нет эпизодов, связанных с проявлением алкогольной зависимости. Да, да, да. Он после торпеды, он все, на годы мы укололи торпеду, и все. Понятно, поняли вас. Спасибо большое за звонок, спасибо за позитивный пример. Я думаю, что об этом нужно говорить и говорить вслух. То есть, человек справился с зависимостью, и оружие теперь он может при себе иметь, и перевозить людей. То есть, сообщений об этом никаких не было, его профессиональная деятельность от этого никак не пострадала. Да, это яркий пример, когда человек пролечился, осознал, почему ему без алкоголя жить лучше, ну и сейчас у него все хорошо. Спасибо. Да, на самом деле, наверное, хорошо и специалисты поработали, и вовремя человек обратился, пока еще никаких необратимых последствий с его здоровьем, с его психикой не произошло. И, наверное, же специалисты принимали решение, что имеет он право и определенной профессиональной деятельностью заниматься. То есть, не пострадали его способности от злоупотреблений. Да, без сомнения. Есть вопросы, которые пришли к нам на Вайбер, давайте обратим на них внимание. Получу ли я права, если обращался за помощью в лечении тревожного расстройства? Вы можете получить право на управление автомобилем, но сразу говорю о том, что вам надо будет пройти врачебно-консультационную комиссию. И в том случае, если у вас ремиссия в течение нескольких лет, вы сейчас не принимаете какие-то активные препараты, ну, в данном случае это наши психотропные, то комиссия, скорее всего, примет положительное решение и напишет, что вы годны к управлению автотранспортным средством. Не обязательно. Тревога, даже паника или депрессия это показатель того, что на мечте о правах автомобиля стоит точку ставить. Да, без сомнения. Но, опять же, подчеркиваю, это необходимо проходить комиссию. То есть, если все нормально, вы действительно излечились, то все, вопросов к вам не будет. Ребенок боится кошек и голубей. Что с этим делать? Какие странные фобии встречались в вашей практике? Фобии их очень много. Если вы, скажем так, обратитесь к гуглу, то там больше сотни. Некоторые из них кажутся настолько невероятными, что поверить в существование таких людей и такого образа жизни бывает сложно. А вот с чем вы сталкивались именно в врачебной практике? Бывали? Было много классических примеров, как боязнь открытых пространств или боязнь... Это наиболее распространенное. Да, были боязни пауков, например. Вот здесь ребенок боится кошек и голубей, причем, видимо, очень сильно боится. Что с этим делать? Здесь надо сперва попытаться своими силами, ну, то есть поговорить с ребенком и понять все-таки, о чем он их боится. Может быть, там есть объективная причина, потому что на него в детстве кошка напала. Ну, а если своими силами не получается, тогда обратиться к психологу для начала. Вот. Если, ну, возможно, опять же, обратиться даже к психиатру, потому что психиатр назначит какие-то медикаменты успокаивающие, которые снизят интенсивность переживания у этого ребенка. Ну, а психолог уже в этот период поможет докопаться до истинных причин, что все-таки не так. К сожалению, на этом вынуждены мы наш диалог завершить. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо, Ольга, что пригласили. Рустам Левковский, врач-психиатр-нарколог Гомельской областной клинической психиатрической больницы был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова